Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск еженедельного спортивного обозрения «Тайм-аут», которое представляет вам Управление физической культуры и спорта Лобинской районной администрации, администрация Лобинского городского поселения. С вами ведущий Юрий Рябовов. На минувшем неделе прошло несколько соревнований различного уровня, различного ранга от краевых до наших местных. О них и пойдет речь в нашей передаче. Волейбол. С 9 по 14 февраля в нашем городе в спорткомплексе «Олимп» проходили зональные соревнования первенства Краснодарского края среди юношей 2003-2004 годов рождения. Всего в этих соревнованиях приняло участие 8 команд. Это команды из Сочи, Тимошевска, 3 команды из Лобинска и Лобинского района, Станица, Тбилисская, Староминская, Новопокровская. И так как это зональное соревнование, 3 команды выходили в главный финал, который будет проходить осенью. Команды были разбиты на две подгруппы по 4 команды в каждой. Игры носили очень упорный характер. Ни одна из команд не хотела оказаться в роли проигравшей. На групповом этапе команда «Лобинск-1», возглавляемая тренером Александром Германовым, уверенно обыграла своих оппонентов, заняв в своей группе первое место. В состав команды входили ребята 2003 года рождения. Это Олег Лагис, Данил Шубта, Дмитрий Лукьянцев, Валентин Суворов, Владислав Колесников, Анатолий Швецов, Александр Жданов, Ярослав Усиков, Кирилл Горбунов, Игорь Кривоконев, Владислав Хринков. Уверенно обыграл в полуфинале команду Тимошевска со счетом 3-0. В финале наша команда проиграла своим постоянным соперником команде Станицы Новопокровской со счетом 0-3, в итоге заняв второе место. Ну и естественно наша команда попала в главный троевой финал. Команда Лобинск-2 под руководством Евгения Иванкина была сформирована из молодых юношей 4-5 годов рождения. Очень хорошо себя проявили Никита Кузнецов, Давид Грецов, Валерий Бутенко, Андрей Благодарев, Дубровин Захар, Девяткин Егор. Ну и вся команда хоть и была моложе, но сражалась на равных со всеми своими соперниками. В своей группе команда Лобинск-2 заняла третье место и после стыковых игр заняла итоговое пятое место, что является очень хорошим результатом. Учитывая, что для этих ребят официальное соревнование по их возрасту будет проводиться аж в 2016 году. Ну и команда Станицы Засовской, которой руководил Келосония Герман, также участвовала в этом турнире. Ну, сами понимаете, участвовали, как говорится, вне конкурса. В составе этой команды также были ребята 2003-го, 2004-го, 2005-го годов рождения. Стоит отметить Амельченко Илью, Ананченко Романа, Громакова Дмитрия, Дурова Владислава. Ну и ребята очень хорошо играли. И в итоге команда заняла седьмое место. Результат неплохой для молодых ребят, которые только вливаются в струю соревновательную. И стоит сказать слова благодарности тренерскому коллективу Лобинской детской и юношкой спортивной школы игровых видоспорта. Это Германов Александр, Иванкин Евгений, Келосония Герман за проделанную работу и за профессионализм. Баскетбол. Очень интересный турнир прошел с 14 по 16 февраля в спортивном комплексе «Олимп». Он носит такое название «Турнир на первенство муниципального образования Лобинский район по баскетболу среди девушек 2000 года рождения и моложе в честь ветерана спорта Луценко Нины Григорьевны». Естественно, здесь присутствовали все ветераны, которых и дети, и взрослые помнят и любят. На параде открытия выстроились все пять команд, которые участвовали в этом турнире. Это команды из Пятигорска, Уск-Лобинска, гости из Абхазии, из города Сухом, ну и две команды нашего города Лобинска. Тренеры, которые работают в команде, это Рыбалкина Елена Владимировна, Кешишев Петр Тарасович и Чемерис Анатолий Николаевич. Очень интересно проходили игры, проходили по круговой системе. Вообще этот турнир, он уже становится традиционным, и в гости к нам с большим удовольствием и охотой приезжают даже такие далекие гости, как из Сухума. И, кстати, чтобы не перегружать турнир, он проводится среди четырех-пяти команд обычно. Так вот, желающих много, просятся люди, и у наших организаторов есть шанс выбирать себе соперников посложнее, помощнее. Ну и вот в результате проведенных соревнований первое место заняла команда города Лобинска тренеры Рыбалкина Елена Владимировна и Кешишев Петр Тарасович. Они обыграли Пятигорск со счетом 51-39. Команда Усть-Лобинска была повержена со счетом 43-33. Вторая города Лобинска проиграла первая со счетом 41-14. И на пятом месте команда Сухум из Абхазии, у которой наши девочки из первой команды выиграли 68-17. Ну, первое место, как я уже сказал, у Лобинска первая команда. На втором месте Пятигорск, на третьем месте Усть-Лобинск, четвертое место у второй команды Лобинска и на пятом месте команда Сухум. И после окончания турнира состоялась самая приятная процедура. Ветераны спорта награждали всех и победителей, и проигравших. Награждены были кубками и грамотами. Игроки команд грамотами, медалями, лучшие игроки грамотами и ценными подарками. Все команды были награждены сладкими призами. Лучшими игроками были признаны Баева Анастасия из школы номер 28 в станице Вознесенской. Это первая наша команда. И во второй команде лучше была признана Ельцова Дарья из школы номер 6. Спонсоры турнира депутаты Лобинского городского поселения Луценко Александр, Михайлов Евгений и Брагин Виктор, которые, ну вот, собственно говоря, и организовали такой сладкий наградной стол для победителей и для всех участников. Тэквондо. В минувшую субботу было проведено открытое первенство муниципального образования, посвященное Дню защитника Отечества под Тэквондо. Для будущих защитников Отечества выступал танцевально-гимнастический кружок поселка Красного. В первенстве участвовали команды Лобинска, Майкопа и Лобинского района. Общее число участников более 60 человек. И, надо сказать, самой маленькой участнице Беляевой Евгении всего лишь 5 лет. Ребята смогли продемонстрировать закрепленные умения и навыки ведения поединка. Бойцы проявили характер, показали хорошую технику Тэквондо. Были красивые и зрелищные бои, в результате которых победителями стали Шабунин Кузьма, Штеклецкая Марина, Цвелев Андрей, Матлашов Дмитрий, Григорян Ашот, Самадаева Валерия, Кашуба Олеся, Тищенко Даниил, Васькова Валерия, Титаренко Данил, Тищенко Артем, Милентьев Дмитрий и Шовгенов Эдуард. Победители и призеры были награждены медалями и грамотами. Спортсменов подготовили тренеры-преподаватели Тищенко, Стрельникова, Зинкова, Асатрян и Никулина. Ну вот и все на сегодня. Вы смотрели очередной выпуск уже недельного спортивного обозрения «Тайм-аут», которое представляет вам управление физической культурой и спорта Лобинской районной администрации, администрация Лобинского городского поселения. С вами был ведущий Юрий Рябовов. Всего вам доброго. До свидания. Увидимся в следующую среду. Субтитры подогнал «Симон»!